Да, вопрос, который, безусловно, волнует всех, кто нас смотрит из России особенно. Цены продолжат расти? Это неминуемо? Или что-то там Путин подшаманит, тем более к выборам, чтобы там подешевать? Нет, это неминуемо. И более того, я думаю, что даже перед выборами они не остановятся. Потому что, ну смотрите, только что, да, с 1 декабря было повышение почти на 11% тарифов на услуги РЖД. Растут стоимость транспорта фактически по всем видам транспортировки. Будет повышение цен на газ два раза в 2024-2025 годах. Соответственно, даже вот ограничения цен, которые были введены административно, да, о которых много говорили, но, по-моему, в них не вчитывались, потому что было сказано, что будут осуществляться проверки со стороны ФАС и других органов в случае необоснованного повышения цен более чем на 30% за два месяца. Вы представляете, какой это темп инфляции? 30% за два месяца. То есть, по сути дела, власти прямо говорят, что они рассматривают этот процесс как относительно нормальный. Поэтому я думаю, что да, мы увидим официальную инфляцию чуть выше 10%, в следующем году ощущаем инфляцию чуть-чуть за 20%. То есть, это будет то, что реально будет происходить в экономике. Но еще раз подчеркну, общий рост цен, он абсолютно не способен стать каким-то стимулом для социального протеста. Это я поняла, да. Вы сказали, что нет примеров этому в новейшей истории России. Но это же экономически как-то объяснимо? Или просто здесь скорее социологические данные нам об этом говорят и историческое? Это объяснимо разные поводы. Потому что, понимаете, сама в себе инфляция, вот что такое инфляция с точки зрения позитивного ее последствий? Это то, что цены на товары и на продукты растут, но при этом, когда люди постят там в Фейсбуке или ВКонтакте упаковки яиц с постоянно растущими ценниками, они не постят пустые полки, как это было бы в советских условиях. То есть речь идет о том, что инфляция это некий антидот против дефицита. И дефицита не будет. То есть когда вы приходите в советский магазин, приходили и видели пустые полки, вы понимаете, что вся эта система коммунистическая распределительная не работает. Потому что государство и экономика не могут дать населению банальных потребительских товаров. Когда вы приходите сейчас в магазин и видите изменяющиеся ценники, вы понимаете, что система работает. Но только вы лично не имеете достаточно денег, чтобы воспользоваться ее плодами. Это ваша проблема, а не проблема системы. Поэтому с проблемой системы нужно бороться, не снося коммунистический строй, а с вашей собственной проблемой нужно бороться, ища другую работу, уходя от налогов и так далее. Эти вещи не объединяют население. Вот в чем проблема. Редактор субтитров А.Семкин